Ты мне сказал о том, что Махно сам отказался, ссылаясь на нехватку своего опыта в подобных стримах. Вот как-то так это все и было вроде бы. Плюс ко всему он еще не получил официальное разрешение от самого ESL, поэтому... Да, у нас началась игра. Union играют за синих, Brickdown за красных. Встреча у нас на центральной улице, как традиционно и бывает на этой карте. Все игроки побросали свои машинки, рассыпались по зданиям. И вот начало захвата центральной точки, точки B, здесь за командой Brickdown. И также точку Alpha забирают Brickdown. Union не очень хорошо стартовали. У них есть только точка C, и то та только начала мигать. Brickdown лучше, когда застартовали эту карту, и посмотрим, что будет дальше. Должен заметить, что от команды Union на данный момент в центре находится всего лишь два человека. Пушка что-то делает на дальнем конце точки B, я не понимаю. Похоже, он то ли расстреливает бойцов, то ли дает спот, и то ли это какой-то супер тактический маневр от Саймона. В любом случае, это сейчас стоит посмотреть. Там он сейчас сам погиб на точке Alpha. Поэтому, мне кажется, задача-то у него, ну в смысле, задание у него было пойти на точку Alpha. По крайней мере, части игроков. Но попытка провалилась, и сейчас Union берут точку Браво. Им удалось каким-то образом вытеснить игроков команды. Brickdown достаточно быстро и, как говорится, без шума и пыли. Однако, вот, прошел здесь бой, и результатом этого боя стал, что все-таки Brickdown отстояли точку B. И Union, уже находясь в минус 40 кикетах относительно своих противников, продолжают попытки взять одну из точек. И пока безуспешно. Здесь я вижу, три трупа лежат на крыше, и горелка лежала. То есть, что это было, это БТР, так хорошо горел, тут кинул, что сжег сразу троеки Union. Или что это было такое? Не до конца понятно. Да, продолжает Union атаку на точку Браво. Видимо, по тактике не хотят работать от точки С. И заглядывая именно на Браво, на точку Alpha, они пока не суются. Потому что здесь БТР есть. И, в общем-то, посмотрим, что будет дальше. Пока что безуспешно Union пытаются захватить точку Браво. А в случае ничьей, то есть... Ну, бы идеальная ничья, как по сути, очень маловероятно. Но в случае ничьей... Блин, я даже не знаю, в случае ничьей. Еще, по-моему, ни разу не было ничьей. Ну, это маловероятно. Да, это нужно, чтобы кикеты в один саппали. Это реально очень сложно, что ли, сделать. При моей жизни, насколько я играю Бату два с половиной года, я видел ничью всего лишь один раз на захвате. И то это был какой-то глюк. В принципе, на захвате это невозможно. Но по итогу числу тикетов, помимо того, что это и так тоже маловероятно, и в идеале, как бы, этот вопрос будет решаться на судьбе третьей карты. Ну, давайте посмотрим, что тут происходит. Собственно, юнионы все-таки решили точку альфа захватить. Поняли, что на точке браво их уже очень хорошо встречают. Точку альфа захватить, на самом деле, совсем не сложно. Достаточно просто войти в зону захвата, которая находится в том числе и под зданиями. И для того, чтобы их оттуда выбить, надо вступить непосредственно в прямой бой. Они воспользовались тем, что БТР отъехал у противника и, в общем-то, захватили точку альфа. А тем временем, по счету, у нас Юнион проигрывает на данный момент порядка 60 тикетов. Поэтому, если ребята хотят выигрывать этот бой, в сухую, то им надо поднапречься и все-таки захватить точки. Ну, вот видим, что БТР Юнионовский сейчас двигается на точку альфа. Давайте за ним понаблюдаем. К счастью, у меня дико глюкнутая камера от лица, первого лица на БТРе. Не удастся посмотреть. Ничего с этим сделать не могу. Это недостаток самой бетлы. Режим наблюдателя, по-моему, ни разу не фиксили за все эти два с половиной года. Как выпустили в день релиза, так и он и остался. Да, у меня та же самая картина. Я не вижу, куда он поворачивает башню, куда стреляет. Ну, несмотря на это, можно понаблюдать. Как бы, от третьего лица. У БТРов. Была перестрелка у двух БТРов. И эту перестрелку выиграл БТР Юнион. Упоминаю, что у команды Юнион в запасе имеется 316 очков за победу на карте Шторна Парасела. Эта большая разница может дать довольно сильно даже повлиять на итоговый результат между сегодняшними командами Юнион и Брейкдаун. Но, похоже, что Брейкдаун до конца решают сражаться на зоне затопления, минусуя максимум тикетов противнику. Очень агрессивно действуя и отталкиваясь от центра карты, от точки Браво, откуда, по сути, очень близко до точки Альфа, но немножко ближе, точнее дальше, до точки Чарли. И сейчас судьба центральной точки решается для Брейкдаун. Брейкдаун делают какую-нибудь перетяжку. Пошла у них уже на точку Чарли. Подъехал БТР, в котором сидит Иллюжен Серга и Кэптон О'Дес. Сейчас успешно убивают пехотинцев на крыше, которые обороняли точку Альфы, и Альфа полностью уходит в Брейкдаун. Чарли остается под контролем Юнион. И Дион Грешник все так же контролирует свою территорию на точке Чарли. И единственное, что остается сейчас Юнион, это продолжать сражаться на центре, в ожидании, пока машинка HDGames, которая никак не выйдет на точку Альфа, не понимает, чего они ждут, Юнионы, походу. Все же в их планах взять центральную точку, а потом перейти на точку Альфа. Ну, это логично достаточно. Тактика. И, похоже, да, я был прав. Юнион сделали упор на точку Браво, решили поменять свою стратегию. Но это и называется, на самом деле, гибкостью, потому что, когда команда бьется за одну и ту же точку, и у нее ничего не получается, в итоге все это приводит к фулкапам и проигрышу с дикими просто щитами. Если команда умеет адаптироваться по ходу игры, смотреть, то есть, если противник делает большую упор на точку А, ну, зачем туда лезть? Давайте захватим точку Б. Начали делать противники упор на точку Б, значит, давайте захватывать точку Альфа. И вот во всех этих играх в последнее время я стал замечать, что не только там личный скилл, там еще что-то важное, но и то, как команды, насколько быстро они адаптируются к условиям. И сейчас, кстати, БТР, юнион, скилл был подорван противниками. И так же точку Б забирают ребята из Брейкдаун. Юнион на этой карте пока что не очень хорошо себя показывает, однако все равно разница в счете вообще минимальна и все еще может измениться. По крайней мере, я уверен, что никто не хочет отдавать просто так эту игру. Хорошо, наверное, ведь уже третий раунд внутриигрового этапа. И, с одним стороны, нам, несмотря на то, что были сыграны у кого-то 2, у кого-то 3 игры, всем нужны победные тикеты, чтобы выйти на первое место и получить 8 игровых кодов. Ну, Ахрич, как ты думаешь, кто главный фаворит в Майнер Дивижн, в котором играет сейчас Юнион? Если честно, я не знаю. Я не осмотрел составы команд. Если там есть какие-то составы из прошлых премьер-дивизионов, то, соответственно, я ставлю на Юнион и на одну из этих команд. Но я, к сожалению, на данный момент не обладаю информацией, какие из команд старых участвуют, чтобы делать какие-то прогнозы. Плюс ко всему я должен запомнить, что в Майнер Дивижн в текущем сезоне успели уже уйти в инактив команда Альфа-Р7 в связи с проблемами по составу. Среди российских команд также участвует в Майнер Дивижн Пабли Кирвиз, которые на данный момент уже сыграли 2 матча, и не победили ни в одной игре и имеют на основном счету 0 тикетов, в то время как Юнион сыграл уже 2 матча и имеет на основном счету 2 тикета. Для них сегодняшний матч это второй. Да, мы видим, что все-таки, по крайней мере, на первой половине этой карты команда... Почему я всем брейкдаун? Забываю все время их. Брейкдаун. Оказывается, сильнее, осталось у Миньонов всего лишь 31 тикет. И, похоже, этот матч, по крайней мере, эта сторона карты завершится в пользу брейкдаун. Должен запомнить, что зона затопления одна из самых невидимых карт. Несмотря на то, что правила на ней были изменены пятна в сезоне, был запрещен транспортный вертолет, который стартовал с базы и... Кстати, где он есть? Где-то здесь он, короче, есть на базе. И раньше все игры сводились к тому, кто кого перестреляет и кто останется живой на крыше. По сути своей, это было не очень по-киберспортивному. И данное решение позволило перевести режим игры на этой карте в более пехотный и более слаженный. Я помню те моменты, когда мы с тобой, Рейдж, перестреливались с крыши на крышу. Это было и смешно, и забавно. Да, это старая тактика, и в ней тоже была твича. И, кстати, тем временем, пока мы уже практически похоронили юнионов на этой карте, они берут две крайние точки и весьма успешно сдерживают противника. Так что не исключено, что мы увидим камбэк. Посмотрим. По крайней мере, разница сократилась сильно. И если юнионам сейчас удастся удержать эти точки, то у них вполне есть шансы даже выиграть этот бой. Тем более, что замигала еще точка B, и юнион в данный момент ставит фулл кап. Лазарчик прорывается, мой любимый пехотинец. Прорывается. С боем на браво дает респаун. Нет, не дает. Даст сейчас респаун на своим бойцам. Зажали брейкдаун в кольцо. Со всех сторон. Потому что юнион владеет точкой альфа, вот этой точкой. Владеет точкой Чарли на заправке. И по сути, ничего не остается, кроме как просто дожимать противника, не позволяя ему проникнуть на близлежащие. Но похоже, что брейкдаун все же удалось добраться до крайней точки альфа. На данный момент находится здесь целых 4 человека. Тихонечко отстреливает их юнион. Юнион и БТР, так что не так просто там сейчас будет вот этой кучки ребят из брейкдаун выиграть. А тем временем счет сравнивается. И юнион за 15 тикетов до конца имеет две точки, а брейкдаун всего лишь одну. Машинка едет в хопу БТР-у юнионовскому. Я думаю, что нет, БТР оказался... Посмотрите, какая воля в победе. Мы уже похоронили юнион, а получилось-то оно вот верно как. Да, 13 тикетов. 13 тикетов, проигрывая больше сотни, юнион смогли вытащить. Надо будет потом ребят поинтересоваться, благодаря какому чуду это случилось. Причем мы наблюдаем, что почти...